Наше главное богатство – это земля и люди, которые на ней работают. И то, что мы сегодня увидим, и тот, с кем хотим вас познакомить, нам тоже подарили истинное деревенское счастье. Западный Крым. Широкие поля и искренние люди. Под раскаленным солнцем во всю идет уборочная кампания. Комбайны друг за другом пылят по степи, чтобы успеть собрать все в срок. Зерновые и бобовые. Ячмень, пшеница, горох, лен. Полям нет конца и края. И кажется, что город, который виден совсем рядом, и знать не знает, каким непростым трудом в это самое время заняты люди. Но знает наш герой. Он может рассказать о том, что когда-то пришлось поменять далекий Сахалин на Крымские степи. О том, что более 20 лет назад он начинал здесь с нуля. Учился всему заново вместе со своей семьей. И о том, что главное счастье в его работе – это каждый колосок в поле, который принесет пользу всему Крыму. И будущее, и настоящее – это все будет земля решать. Ну, это не только плодородие почвы. В земле у нас все находится. И черное золото, и бриллианты, и такое золото. Вся таблица Менделеева, и которая еще, 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 она увеличивается. Ну, и самое вкусное золото – наш хлеб. Ну, это же, естественно, это продолжение жизни всего человечества. Ну, родился в самом… На краю света, как говорят, Южно-Курильск – это Головнино, это вплотную из Японии. Шесть-семь километров где-то в этот промежуток. Я помню, еще в первом классе учился. Так, отец начальника заставы был. Я в японские поезда видел это самое. Простым глазом просматривалось. Хоккайдо и плюс Южно-Курильск – Головнино. Это самая южная точка. Там трава растет до четырех метров с половиной метров. Это большевик Сосновского, который, вот, говорят, он ядовитый на самом деле. Ну, мы пацанами, вот эта пучка такая, как курузная, только там все этих самых зеренетов, мы ели пацанами ее. Ну, вообще, интересная природа. Ну, и плюс заросли. В лес просто так не зайдешь, там нету поляных таких. А все в зарослях, в зарослях. И не знаешь, где медведь находится, где ты находишься. Каникулы мы проводили то на берегу моря, ну, пацанами были, то ли в тайге. В тайге это 10-12 дней, пока продукты не заканчиваются. Наверное, вот эта природа нас воспитывала в жизни. Потом, значит, со старшими ребятами ходили, которые нас учили в жизни. И охотились потом уже, естественно, с ружьями. А мы на медведях ходили? Ну, несколько штук у меня было убитых. Ну, это, как сказать, еще по молодости. Сейчас я ничего не стреляю, не убиваю. Вот у нас сейчас сегодня куропатки, зайцы, они вот виноградников водятся, возле дома проходят. Табуны куропаток проходят. Это наша, это наша живность. Ну, дикая. Мореходку закончил, потом, значит, пошел строить, и потом заочно учился в Хабаровске. Закончил, ну, и много строил. На Курилах строил, на Дальнем Востоке строил, ну, на Сахалине, Юг Сахалина, можно сказать. Пришлось климат, вернее, место поменять. У дочери на Сахалине лето влажное, там влаги очень много на Сахалине, и она задыхалась немного. Сюда вот вот приезжали, ей было легче, потому что здесь, в Епаторе приезжает, что с цепной, с морским воздухом, ну, просто кайф. Поэтому пришлось поменять место жительства. Иду, попал, купили домик здесь. Оказывается, надо пойти в сельское хозяйство, поставили бригадиром-полеводом. Отработав, наверное, 6-7 лет, наверное, где-то, и вот пошел развал вот этот. Мы с 7-й проголосовали, пошли фермеры. Ну, сначала нам дали 50 гектаров, которые были виноградниками, старыми, убитыми. Пришлось раскорчевывать хотя бы там зерновые успеть засеять. В марте дали 30-го, представляете, а 20-го апреля мы посеяли. Собрали, ну, дождик прошел, какой-то такой интересный дождь, именно над этим полем прошел дождик. И мы собрали 20 центров, то есть уже запас какой-то был с 5 гектаров. Ну, и плюс еще сразу стали заниматься, вода была, Днепровская, мы стали заниматься овощами. Это плюс дыни и арбузы. Ну, там всякая мелочь была, которые потом не знали, куда справлять ее, потому что рынок не знали. Ну, потом сориентировались, следующий будет уже лучше, третий уже лучше. А потом люди видят, что нормально у нас пошло, зерно стали собирать на своих площадях. И плюс пошли люди к нам отдавать. Мы понимали, к чему идем. То есть было определенное видение развития именно нашего хозяйства в сельском, в производстве сельского хозяйства. Начинались с 5 гектар огорода, образно говоря. Сейчас вышли на определенные объемы, на определенные мощности, где это, естественно, идет производственная программа, которая у нас в сельском хозяйстве. Мы определенный вклад вносим именно от нашего хозяйства в помощь всего развития сельского хозяйства. Все люди у нас на всей планете любят кушать и едят. И питание это очень немаловажно. То есть сельское хозяйство это залог жизни, я думаю, людей. Вы знаете, я всю жизнь в селе прожил, всю жизнь. И город я не то что не понимаю, а город для меня это как квартира, коробочка. Здесь на земле дом, какой-то приусадебный участок. Какая-то продукция выращивается своими руками. Те же помидоры, огурцы. И мы просто работаем на земле. Я не понимаю город, я понимаю село. На полях растет почти все. И все эти культуры обрабатываются по одной технологии. Называется она наутил или прямой посев. И состоит в том, что полностью культура не убирается, остается стерня, по которой весной сеют заново. Технология наутил или прямого посева, по-русски будем говорить. Оно что в чем? Самое главное у нее характерность. Это влагозарядка у нас. Не то что влагозарядка, а сохранение влаги. Вот эти дожди, которые падают, которые там зимой снега выпадают. И самое главное, что снега не улетает отсюда. Особенно у нас ветра сильные. Они остаются здесь, в этой стерне. Даже лен, вроде там тростинка маленькая, задерживает снег, не улетает. Но зато чужой снег с классики прилетает, на наших полях весь остается чужой снег. Им еще надо защищать. Там волокуши пробовали раньше делать, бесполезно. У нас такие ветра, что даже землю поднимают вместе со снегом и уносят. Вот это наутило, это есть энергосберегающая технология. Соляры мы в три раза меньше тратим на свои площадя. Мы вообще солому стараемся всю оставить здесь. Не то, что стараемся, а все, что растет, мы оставляем здесь. Это тоже удобрение. Та же солома удобрения. Но самое главное то, что у нас работают черви, у нас работают микроорганизмы. Микроорганизмы поедают соломку, потом, значит, какая-то падальца зашла и тому подобное. А черви, они все через себя пропускают. Они пропускают и этих же микроорганизмов и делают нам еще добавочное удобрение. И удобрение очень хорошее. Раньше ходил, конечно, без палочек. А сейчас палочками даже нагрузку снимаешь на суставы. Это есть скандинавская ходьба. Очень интересная. 8-10 километров у меня в субботу-воскресенье. А проходишь, вот здесь надо прыскать, здесь не надо прыскать. Тут надо с мышами, ну мы стараемся с мышами не работать, потому что природа работает. Чем больше у нас птиц, там еще ужи, там еще змеи какие-то есть. Для кого-то эта гадюка кажется, это ядовитая змея там подобная. Для нас эта гадюка, это которая мышей ловит. Ежи, ежей очень много. А зайцев в кавропотах просто немерено, потому что им есть где жить, есть где скрываться. Ну и, конечно, тут червей. Ну вот она, смотрите, почва какая, да. И сейчас мы, наверное, все-таки... Вот я руками, видите, руками. А почва, вы знаете, просто... Она очень мягкая. Она рыхленькая, да. Ну, червя, смотрю, скорее всего опустились... Немного влаги, она... Есть, есть влага, да. Комок спокойный. Хотя вот здесь, в этой зоне дождей уже прилично не было дождей. А влага у нас, вы видите, влага, вот она. Корневая система, я вот сейчас беру, да, отрываю. И вот, смотрите, что влага. Испарений нет. У меня самое главное, черви тут, они всегда есть. И очень много их. Ну, сейчас просто как раз шла уборка, они, наверное, от шума ушли. Нет, нет, просто маленькие, большие, вот они, маленькие есть, да. Но меня главное интересует еще большие, которые на глубине ходят. Шла баровая установка, и вот подъезжаем к нему, баровая установка, по полям кабель тащила. Мы подъезжаем к сыну, говорю... Я говорю, ну, все нормально, тут узенькая полоска, нам не испортили. Он говорит, у вас черви как змеи. Я говорю, да ну, не может быть, арбатские черви такие небольшие. А он включает баровую установку, и у него вот такие, как палец, вот такие, где-то рубленые, где-то вот такой целый. Я говорю, Андрей, а мы это не считали. Это природа хорошо работает. Ну, у нас 25 тонн червей на гектаре подсчитано. Поэтому и получаются здесь достойные урожаи. С одной стороны, экономичная технология. С другой, естественные природные процессы. Но есть еще и третья сторона. Это люди, которые любят землю и любят на ней работать. Опыт уже, на самом деле, уже 26 лет работы в поле, на комбайнах. В общем, это сезон такой, что... Ну, сегодня у нас техника очень хорошая, новая, российская, скажем так. И она качественная сделана. И по цене, и по качеству она довольно-таки хорошо. И убирает хорошо. Ну, мы обучаем, да. В смысле, у нас и проходит практику механизаторы, и мы обучаем своих специалистов, уже растим, которые обучаются в государственных школах. У нас даже он, племянник уже мой, работает со мной на комбайне, стажером, скажем так. Пришел человек с города, где работал, зарплата у него там была 12-14, непостоянно, до 16 тысяч непостоянно. Сегодня он пришел к разнорабочим, у него зарплата, во-первых, выше, но когда я сказал, нам разнорабочие не нужны такие, нам нужны профессионалы. Пойдешь учиться? Пойду учиться. Категории тракториста будешь? Буду. Каждому свое. Кому-то нравится в городе, кому-то в деревне. Мне нравится деревня, поле нравится мне. Не знаю, так с детства привык я, вот мне нравится. Сложного, в принципе, ничего нет. Осматриваем все подшипники, все детали с утра, все продуваем, масло проверяем, смазываем. Если неисправности нет, все, поехали в поле. Ну вот жадка. Жадки в наклонную камеру идет, с наклонной камеры дальше в барабан и распределяет. Там уже все внутри распределяет. Солома отдельно, зерно отдельно, колос отдельно, домолачивает все. Ну, почистили от соломы, продули от пыли комбайн. И на стоянку, если рабочий день закончен. Если нет, переезжаем на другое поле. А на другом поле ждет горох. Так что пока ячмень отставим. И поспешим вслед за комбайнами дальше. А потом еще увидим зреющий лен, экспериментальные посевы сои и попробуем очень вкусный нут. Горох самое главное вовремя убрать. Если 2-3 дня он начинает стрелять. Вот, смотрите, чуть-чуть его задел, и он уже, вон, стрельнул. Его, конечно, при жаре нежелательно убирать, но сейчас они идут на скорость. Я смотрю, потерь нету, потерь нету. Значит, можно убирать. То есть, вот он горох. Вот в одном стручке мы сейчас насчитали 5 штук. Ну, в основном-то среднем идет. Давайте сорвем еще, допустим, вот целых. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я здесь два. 7 штук. Новороссийск выбирает его. Куда-то на экспорт идет. Очень полезная. Она для людей полезна, еще и для земли полезна. Во-первых, такие же бобовые дают нам еще азот. Вот сюда азота вкладываться не будет. Если специалисты приезжали, они сказали, у вас неплохой горох. Но все-таки зависит многое, менять надо. Это третья репродукция готика. Надо все-таки элиту сеять. Первую репродукцию сеять, элиту сеять. Почему? Потому что на элиту дотацию дают. Сегодня выгодно элиту сеять. Вот сейчас мы будем брать в одной организации, будем ячмень брать и пшеницу будем брать. Пшеницу свою съесть не будем, все, возьмем элиту. И она у нас выйдет там 9-10 рублей. Ну, это то же самое, что продать, и государство 50% платит. Вообще, государство молодцы делают. Вот этот подъем делает сельскому хозяйству. Вот, смотрите, уже соя пошла. Вот они. А вот это уже 4 сантиметра. Ну, я так чувствую, там что-то уже есть. Что-то уже прощупывается. Вот он даже след. Смотрите, я сейчас поведу, да? Вот мохнатенько, вот он следы. Один, два, три, четыре. Но на этот еще трудно сказать, пока он еще маленький. Мы видим соцветия, сколько много, да? Почему, говорит, приятно вообще, на селе хорошо жить. Ты с природой общаешься. Сои мы не выращиваем, мы просто для эксперимента попробовать. Само зависимость, знаете, в горах, на Айпетре. Были? Конечно. Там деревья на скалах растут. Да, да, да. Откуда они влагу берут? Ой, из воздуха. Воздушная влага, конденсат, камень нагревается. То есть, там, где оно растет. И оказывается, за счет только влаги, даже земли там нету. И оно, начиная туда корневая система, идет конденсат за счет охлаждения воздуха и нагрева камня. Вот это и есть. Вот к этому мы хотим прийти. Вот мы видим сейчас, вот она Вика, подушечку создала. Видите? Вот через эту Вику земля не должна нагреваться. Она, по идее, холодненькая должна быть. Сегодня, смотрите, вот эксперимент удался. Лен, он считается летнего периода и считается широколистный все-таки. Вроде листочек у него узенький, а вообще он считается широколистный. И культура, как для наутила, она заменяет подсолнух. У нее корневая система пробивает тоже, на глубину где-то 50 до метра пробивает свою систему делать. То есть, она тоже разрыхляет почву. И плюс еще оставляет свои, эти корневые системы, оставляет это питание для микроорганизмов, и питание для червей, и все остальное. И питание для следующей культуры. Скорее всего, здесь будет ячмень. По льну у нас ячмени идут. А по бобовам идут пшеницы. Вообще, лен это вот в магазинах, это не реклама, но он долго не держится, даже в бутылочке. Он будет горчить, рыбный запах. Но вообще, это омега-3. Это заменяет ложка, чайная ложка, масло этого, заменяет весь набор дневной рыбы. Заменяет омега-3. Это разжижение крови идет, это чистят сосуды. Ну, а если ложка измельченного через кофемолку, ну, мы сейчас измельчили, ложка заварена кипятком, и через 15 минут выпиваете, это еще мало того, что омега-3, плюс еще клетчатка. В основном идет в Индию, в основном идет. Ну, индусы, они всегда закупали здесь. Ну, а сегодня на порты идет. Это Краснодар, ну, я в Новороссийск. Оттуда уже в разные страны. Там много продукции делают. Оно и красочное, и кушают его, ну, везде он идет. На нем только жарить нельзя. Все остальное можно делать. Здесь растет нут. Причем вот его уже можно прям есть, как говорится, прямо с поля. Ну, вот в Израиле, в садиках, в школах, если нута нет в питании, считайте, что это брак в столовой. Нут работает на качество мозгов, ум развивает. Поэтому его в Израиле, потом, значит, ну, Ближний Восток, Средняя Азия, ну, все это, да, они делают 200 номинований именно разных, а, блюд, разных блюд делают. И халву, и там подобное. Ну, я не буду говорить просто на 200 номинований. Представляете, да, что такое нут? Я люблю нут, особенно вот, когда крымские татары сделают, ну, в своих там, этих самых, в кафе или что-то. Особенно, когда баранина с нутом, это вообще нут выгребаешь, а баранину, кажется, не надо. Ну, хотя тоже очень вкусно. В плове сегодня нута хорошие. Вот у нас столовая, допустим, у нас Эльвира работает. Люди заказывают плов, заказывают, чебуреки заказывают, но в плове обязательно нут. И мы сегодня тоже уже начинаем нут, сами варим его, отварим, в холодильник положили там по пакетикам, потом любую, добавляешь в любое блюдо. Здесь надо ночевать, бабочек вылавливать, когда она там начинает этот... Коконы видеть. Коконы, ну, откладывать яйца там подобное, очень трудно заметить. А когда ты профилактику делаешь, да, затраты немножко, но ты уже можешь сюда не заходить. Ну, каждый день я прихожу и смотрю, где же червячки? А вот он сейчас уже все же, он твердо становится. Если даже где-то какая-то оси появится, червячок, он его не прокусит, а просто сверху походит все. Весь азот берется с воздуха. Ну, конечно, еще есть перегнивает, коверни, это тоже азот делает. Но в основном мы сегодня видим вот эти плямбы. Обычно плямбы 2, 2, там до 3 штук, 5 штук плямбы в 2-копеечную монету. Доходит даже до 3-копеечной монеты. У нас сейчас температура 32 градуса, да? Вот так, не-не, тыльной стороной. Ага, ну, чувствуется действительно. Тыльной стороной, влажность, мокрая рука. Вот это у него ворсинки, вот эти незамеченные. Вот даже как на самом нуте мы видим, да, такие вот, вот на самой нуте, видите, ворсинки такие, миллионы, наверное, вот эти ворсинки. Они тоже влагу собирают. Когда был в Америке, в Калифорнии, я увидел самые богатые люди, с чем занимаются? Виноградом, виноделем виноградом. И это были столовые сорта, это как трамплин для виноделия, уже технической культуры. Вот прошел большой промежуток времени, я думаю, скоро будем выращивать уже и технические культуры, чтобы делать нормальное вино. Хотя с этих сортов в Крыму, у меня французы пробовали мое вино, пробовали, и они говорили, ему было 11 месяцев, они все давали 3-4-5 лет. А почему? Потому что в Крыму даже у нас столовый сорт набирает столько сахара, что им далеко-далеко до винных, им винным сортам до нашего столового. Гроздья уже какие огромные висит. Ну, сегодня мы видим виноградник, да, обработанный, вот она гроздья, молодой виноградник, вот она гроздь, если ее сорвать. Не надо! Ну, нет, вот по ягодам, это от полтора до двух килограммов будет гроздь, но еще главное ее сохранить потом, правильно, реализовать правильно. Если будет наплыв, конечно, с Краснодара, сегодня завозят много виноградника, цена падает. Но это хорошо, с одной стороны, для жителей Крыма, потому что хотят все дешевый виноград, но вообще всю продукцию хотят дешевый иметь. А нам самое главное, чтобы она оправдала свои затраты. Наше длинное путешествие по полям и виноградникам привело нас к самому главному. Вот они, закрома родного края. Только представьте себе, какой огромный путь был пройден этим зерном. Сколько труда было вложено при его уборке, чтобы оно, наконец, могло оказаться в этих хранилищах. Здесь закрома родины! Для меня вот это самая главная радость сегодня. Вот он, ячмень. Это труды твоего года работы. Хотя радость, она всегда есть, когда, особенно, сходы идут. Смотришь, идешь по полям, подъезжаешь, смотришь. Потом, значит, когда оно выше становится, особенно, когда уже ветерочек начинает калашить, он уже вот такой маленький, а уже калашит. Но когда заходишь, он уже по тебе по грудь, и вот таким колосом, который уже ложится, это вообще радость. Ты уже тут уже можешь, как бы, планировать не то, что планировать, а подсчитываешь уже в уме, так никому не говоря, урожай уже подсчитываешь. Ну, вообще, зерновыми было, испокон веков было, всегда занимались люди. Кому-то выгодно было, вернее, кто-то с меньшим урожаем не выгодно, но все равно занимались. То есть, даже если где-то не выгодно было, ну, это не выгодно, когда засушливые года бывают, да, они там чуть ли не банкротами становятся, но находят ресурсы, все равно сеют и опять выращивают, и потом благовариатный год, и это все получается зерно. И вот сегодня мы видим, что нормальный год, амбары полные. А это когда складов не хватает. Вот мы сейчас были, склады все забиты. Вроде бы много, красиво, хорошо, а это добавочные зернохранилища. В один такой мешочек, маленький, узенький, вмещается от 170 до 200 тонн зерна. Смотря от удельного веса, с лепшеницы, то 190. Мы сейчас, почему закладываем сюда, потому что первое зерно всегда дешевое идет. Его поддержали 2-1,5 месяца, 2. Стоит мешок 34 тысячи, но когда ты его поддержишь 1,5-2 месяца, вот это будет еще 200 тысяч навара. Но дело вовсе не в прибыли, по крайней мере, не только в ней. Когда человек честно трудится и понимает, что приносит пользу, что у него все получается, ему хочется делать свою работу еще лучше. Поэтому в селе появляются новые дороги и детские площадки. Ну вообще для села еще много надо. Дороги доделать надо. Вот сейчас мы видим, прошлись по хорошей дороге, вот она. Федеральная трасса сделана от Мирновской трассы и до Черноморской трассы и в Паторе. В пределах 7 километров, двухслойное покрытие. Сегодня, конечно, не хватает культуры для детей. Вот мы сегодня сейчас заходим на детскую площадку. Тут вот оно, старье осталось немножко. Вот это подремонтировали мы старое. Тут посносили старое все, которые дети немножко царапались, где-то побивались, потому что железо и железо. И у нас, вот посмотрите, те же качели, только поставили. Мы тут, человек, наверное, 30 работало, жители села работали. И тут же уже дети садятся. Я боялся, что бетон еще не успел. Я же строитель тоже. Бетон не успел застыть. Оно хорошее. Марки 500 сделали бетон, цемент взяли. И оно тут же застыло. И дети уже вечером, тут полный народ был. И потом нужно еще и бассейн. Нужна работа, нужно виноградники расширять. Естественно, рабочие места открывать. Это все будущее. За теми фермерами, мелкими фермерами, крупными фермерами. Создана база. Сегодня это семейное, как бы, гнездышко такое семейное. Что мое, что сегодня сына, детей. Там уже внучата идут. Это, как бы, не то, что мое. Это уже ихнее, можно сказать. Горцы говорят, надо вырастить дерево. Надо сына, даже двух сыновей вырастить. И потом, значит, семья будет состоявшая. Если дом построить еще. Вот это есть. Я думаю, что человек должен, чем он занимается, он должен это в первую очередь любить. Он должен подходить к этому с душой. И если это с душой, то это, естественно, будут определенные, позитивные, хорошие результаты. Потому что в нашем мире много информации, чем человек может, по сути, заниматься. Какое отношение в коллективе должно быть, это немаловажно. И, то есть, любовь к своему труду, который ты производишь. И должна быть определенная гордость за то, что ты создаешь своими руками. Сегодня мы не только сами работаем, но и семинары проходят у нас, большие семинары. Москва, ну, я, Министерство сельхозяйства, сделала обучающую площадку здесь, в Крыму. Она единственная на юге России, это на нашем хозяйстве. Семинары проходят, там до двухсот человек приезжают. Так, уголок далекого Сахалина теперь есть в жарком Крыму. Но здесь отлично понимают, как сберечь столь ценную влагу. Как научить людей работать на земле. И что в этой земле есть наше главное богатство и очень теплое деревенское счастье. У нас идет целая улица своя. Она вся в лесу находится. Сегодня там кедры растут разные. Гималайские кедры растут, еще какие-то кедры. Пробовал корейский кедр, который... Ну, у меня собака его съела. Один был корейский кедр. Шишка 24 сантиметра. На Сахалине есть корейский кедр, его еще японцы посадили там, когда захватили полуострова. И орехи, никто не верил, что такие шишки 24 сантиметра. Там орех сам с ноготь, такой хороший ноготь. Поэтому природу создаем такое, как на Сахале, похожее. Ну, внук хотел, да, военное училище. Даже в этом второе или третье место он занял в Евпатории по стрельбе. Готовился в десантные войска, все. А тут получилось так, что кому же передавать потом? Ну, сейчас сын, потом, значит, там внучка растет, она тоже уже работает. А дальше, естественно, мужики должны быть. Ну, естественно, я его на машину сажу. Он меня возит на машине сам, я ему рассказываю туда-сюда, где-то. По полям. По полям, по полям, да, по дорогам, по левым, туда-сюда, на дорогу. Правда, он не выезжает, это был 9 класс. А сегодня уже работает на комбане. И ему сегодня уже, говорит, да, надо продолжение, продолжение, продолжение. Пойдет, наверное, на гранном учиться. Труд мне нравится. Даже вот я виноградниками не занимаюсь. У меня зять занимается, Александр Комаров занимается. Ну, я прихожу, с внучатом и иду. Там ягодку, ну, потом идешь. Зимой там где-то кто-то ягодку не добрал, особенно Молдова. Она темненькая такая видна. Тоже можно попробовать. Даже вот зимой что-то остается, да, она уже подсушилась, подверилась. Изюмом сделалась. Не только здесь. Вообще счастье, оно создается семейное счастье. Потом, значит, то, что дети здесь рядышком. Не разбросаны по, как все, раньше по Союзу разбрасывались, да. Внучата здесь рядышком. Вот они. Я там свистну и свистну, там крикну. Эй, привет. Вот они здесь рядышком. А, дед, туда-сюда. Я их вообще называю любимицем, там, мои девчонки, которые... Да, сейчас они маленькие, они вообще где-то прилипли. А чуть попозже уже все. Надо уже правнуков ждать, правнуков ждать надо. Ну, не за горами правнуки придут. Мои дети создают, это внукам создают, чтобы они продолжали дальше работать. Все-таки кто-то кормить должен, а они должны кормить сегодня. Наша творческая группа ненадолго уходит на каникулы. Но очень скоро мы вернемся и будем рады вновь отправляться в путешествие и знакомить вас с деревенской жизнью. Смотрите в новом сезоне. Каждую субботу в 8.30. Деревенское счастье! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова